Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. У нас сегодня в гостях представитель общественной организации Палэс Майес, которая теперь уже называется Веглый Палэдзет, Инна Сувайвора. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. И правильно, да, я говорю, что организация, она вот так перекочевала в другое название, потому что с пандемией вы немножко сместились на другие вопросы, и ваша организация занялась другими делами. Ну, не только другими, но просто никто больше не хочет остаться дома. В принципе, нет такой острой необходимости, как она была месяц или два назад. Ну да, в частности, одним из мероприятий, которому вы приложили руку, это, собственно, вчерашняя, приуроченная к 31-й годовщине Балтийского пути, акция похожего формата, меньшего масштаба, конечно, но в поддержку белорусского гражданского общества, этого мирного протеста. Ну вот все мы знаем, что около 400 человек поучаствовали, президент, естественно, кандидаты в мэры, у них сейчас такое время урожайное и хлебное, когда им нужно обязательно участвовать в таких акциях. Ну, я на самом деле без иронии об этом говорю. Как прошло, расскажите, фотографии мы, конечно, видели, но все-таки не все были вместе, события. У нас, вы еще не сказали, одно событие было в Педруе. Да, я по очереди просто хотел. По очереди, хорошо. Сначала это обсудим. Но в Риге я, конечно, сама не участвовала, потому что я была в Педруе, но мы были очень удивлены, что так много людей пришли. Потому что, конечно, что я должна отметить, это эти все акции без никаких ресурсов, просто люди, которым это важно. И, конечно, если нет ресурсов для медиа и так далее, тогда уже это достаточно трудно. И когда пришли так много людей, мы были рады, что информация может достичь каждого. Так что, я думаю... Ну, сейчас это очень острая тема, это тема номер один, поэтому, я думаю, любые действия связанные с этим, наверное, достигают адресата. Ну, а президент, его приглашали вы как организатор или он сам... Он сам пришел. Высказал, сам пришел. Мы не знали, кто придет, потому что, конечно, ситуацию не только все знают, но есть и разные мнения. Потому и мы не хотели никому спрашивать, но хотели эту как, ну, просто инициативу. Кто придет, тот придет. Как человек, не как политик. Ну, растянулась эта цепь от памятника свободы до Музея Народного фронта, который уже ближе к улице 13 января, да, вот получается через Старую Ригу. Ну, понятно, да, вы были вот в восточной части Латвии на другой акции, еще поговорим, наверное, подробнее. Но известно ли вам, кто в таком случае принимал участие, помимо уже перечисленных организаторов, да, самих? Это были белорусы, живущие у нас, люди, которые солидарны или просто следят за событиями. Кто пришел? Я думаю, что это люди, которые следят и которые мне все равно, потому что следят многие, многие знают, многие читают, многие про это рассказывают, но прийти куда – это уже мотивация внутренняя. И я думаю, пришли те, которые мне все равно. И то, что, когда я говорю с людьми, которые участвуют в этих акциях, это всегда какая-то связь с Белоруссией, или там родственники, или там жена кому-то из Белоруссии. Так что, я думаю, это те люди, которые понимают, что это не только акции, что там происходит. Они уже могут увидеть по-большому, ну, больше, что в Белоруссии происходит. Ну, а кандидаты там собрались самые разные, из разных крыльев политических. Они вот все стояли в этой цепи. Ну, там фотографии тоже можно увидеть. Они вообще как? Ужились в рамках этой акции. Они ведь конкуренты, зачастую даже такие жесткие конкуренты. Я даже… Был из разных, да. И это мы уже видели у протеста у посольства Белоруссии, когда был первый протест, что очень много разных политиков приходит. Но то, что я думаю, им труднее понять, что это все делают люди, и не надо быть политиком в таких мероприятиях, что политик тоже человек. Не надо стоять своей партией только вместе, но надо стоять в цепи, не надо там стоять побольше, где вас могут увидеть, но в других местах. А вам кажется, что они так все-таки еще действуют? Ну, такое чувство нам было, что они хотят показать больше, чем, может быть, участвовать. Ну, это такое, может быть, субъективное… Нет, ну, просто да, я, в принципе, тоже хотел немного об этом поговорить, потому что я был тоже у посольства 12 августа, да, и вы были. И это, конечно, опять же, безоценочно, но очень забавно выглядит, когда у нас во главе любого какого-то постсоветского, как бы это называется, ну, кризиса, да, будь то Украина, Россия или Беларусь, всегда стоит Сандра Калны, это во главе, и она, получается, такой эксперт по всем постсоветским республикам. Это выглядит… Нет, это замечательно, что есть люди, которые берут на себя ответственность и организацию, но, с другой стороны, ты как бы видишь в этом какие-то еще политические мотивы или нет? Как вам кажется? Мне трудно сказать, потому что я сама была удивлена, она, когда ее увидела там, но, конечно, я не была там главной организаторой, я была там тот, который… Да, безусловно, но все равно впечатление… Да, но впечатление мое такое, что когда люди долго в политике, по-моему, и мы как общество не можем разделить их от политики, потому что тоже вчера нам потом и поговорим о походе, но там участвовал человек, который был политиком, он больше в политике не работает, но никто с ним говорить не хочет, потому они говорят… Он политик. Кто это, может быть, вы скажете? Юрис Вильюмс из Латгала, он нам очень много помогал. Известный латгальский партирист. Да, и мы с ним даже смеяли, что я сказала, я с тобой больше ничего не буду делать вместе, потому что мне трудно, когда надо говорить организаторам, только я могу говорить. Так что, я думаю, это не вопрос только про них и про нас тоже. То есть не стоит воспринимать вот так вот людей, вешать на них ярлык? Да. Политика постоянного. Да, политики тоже люди. И президент тоже пришел как человек. Конечно, он президент, он пошел и приветствовал людей, но он пришел как человек, в первых, туда. Ну, а что тогда, да, давайте расскажем, что было в восточной части, такой тоже формат необычный, устроили поход, шествие, марш, что-то такое, да. В восточной части, почему вот был выбран такой формат, почему именно в том месте? Ну, там граница рядом, это, конечно, понятно, но все равно такой необычный маршрут был. Потому что сначала была идея делать цепь из Даугавпилссилэн, но там мы поняли, что там надо 15 тысяч человек, и, конечно, это большая иллюзия, что 15 человек поедут так далеко стоять в цепь. Но мы поняли, что мы хотим что-то символическое, и надо понять, что это место, где живут много людей из Белоруссии, где они связаны каждый день с Белоруссией. И тогда мы поняли, что мы сделаем поход с очень символического места до символического места. Люди менялись. В чем символизм этого места, расскажите. Аустрискокс – это символическое место, где граница начинается почти уже, где граница России, Латвии и Белоруссии. Трех стран. Трех стран, да. И потом мы окончили Пьедруе, где Даугава, она очень маленькая там, и там видно сразу Белоруссии, там люди живут, и там тоже поселок, и там очень интересно. Нам была коммуникация даже между собой. Как вы коммуницировали? Через границу? Так получилось. А граница была в том месте в виде чего? Просто в виде забора? Нет, река Даугава. Только река там. И как вы коммуницировали, расскажите, что это было? У нас кончился, мы тоже делали цепь там, ну, может быть, я расскажу тогда сразу, мы пришли в поход, мы несли в поход флаг, флаг Белоруссии, и это была наша идея. Я так понимаю, белокрасно-белый флаг. Конечно. И люди менялись. Первую сначала шли с детьми, у нас было семьи с детьми, потом уже ночью, конечно, там те, которые уже могут ночью идти. И мы закончили в Пьедруе с маленьким, ну, гимн пели и так далее, и тогда делали цепь до границы, до этого места, где камень, дружба Латвии с Белоруссией. И там, конечно, когда цепь уже пришла туда вся, с флагом, люди начали петь песни, и мы пели песни, и с другой стороны начали люди кричать «Живи в Белоруссии». И так мы как-то с собой… С белорусской стороны. Да, как бы разговаривали, но, конечно, не словами, но с песнями, и так. Так что это было интересно. Потом уже музыку там громкую поставили на другой стороне. А много людей в итоге поучаствовало в этой акции на Востоке? 130. Я была очень удивлена, потому что это очень далеко. Но эти не были местные. Местные тоже приходили, с другим мнением приходили. Но все участвовали, все были участниками. То есть ваши акции принимали и те, кто противоположного мнения придерживается, поддерживает Лукашенко? Ну да, люди приходили, мы им просто разговаривали. Потому что я думаю, что на людском уровне никто не хочет силы. И когда ты про это рассказываешь, уже, конечно, можно найти какие-то пункты совместные. Но когда уже про политику, это уже другое. Но мы не про политику, мы про людей. Это уже, я думаю, другая история. Общественный активист и представитель организации Вьегл и Палидзе. Это легко помогать. И на Survivor у нас в гостях. Нам можно позвонить 672-12-93-9 или написать в WhatsApp сообщение 230-6191. Но вот эти акции, мы, конечно, прекрасно понимаем, что это такие символические акции солидарности. Но вы, как человек, который, можно сказать, профессионально этим занимается, в чем видите по-настоящему смысл этих акций? И получаете ли какой-то, что называется, фидбэк со стороны Беларуси? На связи ли вы с кем-то из представителей ваших коллег с той стороны? Мы так и начали. Мы сначала им спросили, что бы вы хотели, как вам надо помочь. Первое, что они сказали, информация и поддержка, потому что люди не знают, что происходит. И тогда первое, что мы сделали, мы сделали этот Twitter-кон Free Belarus Elway. И там сейчас добровольцы просто 24 часа в день меняются по 2 часа и все переводят на латышский язык. Потом второе, солидарность, это была эта акция. И тогда уже третье, мы собираем пожертвования. Завтра нам это будет уже, как нам подарили видеоклипы, так что мы уже будем это более активно делать. Да, вы объявили еще раньше до этой акции сбор средств, получается, в помощь, опять же, гражданскому обществу в Беларуси. Что это тоже за компания? Сколько уже собрано, если не секрет, на что эти средства предполагаются? Мы только сейчас знаем, что в нашей организации, потому что те, которые пожертвовали по телефону и по другим каналам, это мы уже будем знать только в конце месяца, потому что они не могут сразу так это сказать. Но сейчас, в прошлой неделе, было 3000 евро уже, но это, я бы сказала, информации было про это достаточно мало, по-моему, мы только начали. Так что я думаю, что будет больше. И для кого мы собираем, тоже мы спрашивали местным людям, и первые на юридическую помощь, потому что это самое-самое главное им сейчас, и тоже помощь тем, которые еще в этих местах заключения. А через кого будет оказываться помощь, через какие организации вы собираетесь работать? Мы будем работать с организациям, которые очень, ну, как сказать, с хорошей репутацией, которые уже давно помогают по правам человека. Они, конечно, не регистрированы в Белоруссии, потому что, как вы знаете, там невозможно работать. Ну, сложно, да. И они в Литве или Польше, так что это будет им, и тогда они уже дальше делают, как они делали это уже лет 10 или больше. А вот вы сами сказали, что с белорусской стороны, ну, как бы на вопрос о необходимости помощи, говорят об информационной поддержке. И вот, собственно, наверное, название, смена названий вашей организации, она очень ярко говорит о том, вот какой 2020 год мы переживаем. В фокусе внимания постоянно оказываются разные. То есть очень богатый год на события, зачастую не очень веселые. Но вот вы были, как бы, Пал и Эсмаэс, вы были сосредоточены на пандемии. Сейчас вот, ну, Белоруссия вообще вегла и полы, то есть в целом помощь. И какие-то еще американские были беспорядки в том числе. Вот действительно, как вам кажется, насколько важен этот медийный элемент? Потому что и тема Белоруссии в какой-то момент может затухнуть, и они перестанут говорить, по крайней мере, вот настолько за пределами самой страны. Это правда. И то, что было интересно с пандемией, когда она кончилась, больше никто не хотел слышать про это. Ни люди, ни организации, которые могли бы нас поддержать. Хотя она не закончилась, на самом деле. На самом деле ничего не закончилось, потому что мы вообще-то нашли много проблем в социальной системе, где еще надо помогать людьми, и они нам еще звонят. Но это правда, что как-то нам наш интерес сконцентрирован только на такое, ну, не далекое, но так на несколько месяцев. И мы это тоже с нашей командой обсуждаем, что делать с этим. Потому что мы живем, не думаем и живем так, как нам информация говорит жить, если это глупо. Повестка какая у нас, да, то есть новостная. И какие у вас варианты, что с этим можно делать, каким образом держать, если это важно, в повестке дня? У нас не идея больше по повестке дня, но про помощь. Мы про помощь. И нам идея такая, что люди, которые уже, либо в какой акции, в Белоруссии или ковида, те, которые начали помогать, они, наверное, это будут делать. Интересно, что очень много людей, которым это первый раз, когда они только кому-то помогают. И я думаю, когда ты уже понял, что это легко, как мы называемся, легко помочь, тогда ты уже это будешь делать. Ну, конечно, это не каждый день, но все равно ты уже понимаешь каналы, как это делать. Так что наша идея – показать, может быть, менять эти акции и под разным темам, и тогда уже люди сами это делают. Подключаются. Но вот вы сказали и по акции здесь в Старой Риге вчерашней, где 400 человек собралось, и вот ваш поход, шествие, 150 человек, вы сказали, что были удивлены, что вот такое количество поучаствовало. И тут мы переносимся сейчас в Литву, в которой вы тоже были. Там по официальным данным в акции приняли участие 50 тысяч человек. Несоизмеримое вообще, конечно, количество здесь и там. Почему так происходит? Это из-за того, что в Литве оказалась символ оппозиции Светлана Тихановская, потому что они такие более близкие соседи. Почему такая разница в цифрах? То есть им удалось сделать эту цепь по-настоящему так исторически. У вас есть ответ на этот вопрос? Да, ну мой ответ, конечно. У нас ресурсов было ноль. В Литве это делало телевидение. Я думаю, это один из ответов. Как много людей мы можем достичь информации и как много у нас ресурсов, чтобы делать, не знаю, ролики и всё такое. Как я сказала, люди идут по информации, они не идут там, где они думают. И ещё другой вопрос, конечно, да, правда, там очень сильное общество белорусов уже из других этих процессов. И они очень активные, конечно, это тоже влияет. И их, конечно, государство очень активное. У нас государство как бы пишет много документов, но не видно, ну, как бы, такого активитета. Ну, конечно, министерство зарубежных дел, я всегда хвалю, они активные. Но так, если мы смотрим вместе и сравняем с Литвой, ну, я бы не сказала, что мы такие активные. А вы сказали, что принимало участие, например, телевидение. А разве не было варианта и здесь сотрудничать, например, с нашим общественным латвийским телевидением? То есть пытались ли вы тоже или была ли возможность привлечь, скажем так? Ну, знаете, как с этими контактами? Они у вас есть или нет? Конечно, мы спрашивали, нам очень много людей помогли. Но если у тебя нету друга там, 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 тогда это, ну, когда это просто люди делают, это уже по-другому. Но я должна тоже сказать, что нам помогли так много людей. И я очень рада латвийским медиам и Панурамам, и Тавея Деудасенчатри, они приезжали туда. И я хочу сказать, что они даже мне помогали, как бы, психологически. Ну, конечно, они были нейтральны. Но когда я поняла, что мне там нет никаких вариантов, что местная власть нас, ну, как-то даже не хочет видеть там, они… Там это вы где имеете в виду? Краслово. Ну, Педруе там где-то… А что, вы испытывали какой-то… Нейтралитет, если я могу так сказать. В чём это выражалось тогда, поясните. Ну, мне Латгала всегда кажется, она очень такая место, где людей любят. И всегда, когда ты туда едешь, тебе там уже стол накрыт и так далее. Там было по-другому. Там сказали, что, ну, мы не будем никуда участвовать, это политик. Я, конечно, с одной стороной понимаю. Но с другой, когда ты приезжаешь в место, где ты никогда не был, один маленький магазин, который закрыт, потому что там наши акции, да, люди даже не могут воды купить. А, да, я видел. Вы тоже публиковали фотографию. Да. Мы хотели флаг, конечно, поднять, потому что это символически. Если флаг шёл 77 километров, люди несли его, его надо куда-то поднять. И мы поняли, что мы хотели в церковь, там тоже нам не разрешили, ну, думы тоже не разрешили. Так что, ну, как сказать, ну, это про это сотрудничество. Если есть человек на месте, который помогает, тогда много можно сделать. И это потому я очень благодарна Юрису Вильяму, что он помогал нам. Без его мы не сделали ничего, потому что я живу в Леймбожи. А вы сказали про магазин. Просто понятно, что городская власть, там муниципалитет, а магазин – это вообще частное предприятие. Вы думаете, оно было закрыто из-за вашего мероприятия? Может быть, они просто в честь Балтийского пути устроили выходной себе? Нет, я не знаю, я просто предполагаю. Ну, люди сказали, местные самые были удивленные. Ну, да, могу я сказать, он 23-го был закрыт. Да, совпадение, да? Ну, может быть, совпадение, да. А вот ещё говоря про Литву, и, собственно, да, мы уже сказали, что они на государственном уровне более активно стали поддерживать сразу очень однозначно мирный протест в Беларуси. Приходили, мы видели все депутаты с соответствующими флагами, там всё было подсвечено. Стоило ли с вашей личной точки зрения и нашему государству действовать похожим образом, занять какую-то более, не знаю, нет, ну, наша государство тоже достаточно внятную позицию заняло. Но, тем не менее, как-то вот этот символизм усилить. И почему это не было сделано тоже с вашей точки зрения, как вам кажется? Я, вообще-то, последние недели, две, когда я работаю с этим вопросом в Беларуси, очень удивлена, как относятся к вопросу и политики, и людей в обществе, честно говоря. Потому что очень многие говорят про экономику, про нам тоже хозяина надо. Совсем такое, что я бы никогда не ожидала. Да, я хотела спросить у вас тоже об этом, да. Да, потому что я вижу только очень плохое отношение к людьми, все эти изнасилования, когда бьют ОМОН 10 человек, одну молодую девушку. Я думаю, как мы можем вообще говорить про что-то другое в этих ситуациях? И тогда я опять думаю про эту информацию. Как люди достигают этой информации вообще? Мы показываем только, что люди красиво стоят в Беларуси с флагами, но мы не показываем другую сторону, да. Или мы уже так комфортно чувствуем себя, когда мы живем в очень хорошей стране, и мы даже не хочем видеть, может быть, плохое. Я тоже был удивлен. В частности, опять же, я не делю, может быть, по языковому какому-то принципу, но я читал комментарии в соцсетях под публикациями, например, того же латвийского телевидения, латвийскоязычных порталов, на которых, как кажется, да, вот у нас эта линия поддержки происходит, а там в комментариях люди на латвийском языке пишут, что, вот, например, вчера были эти кадры, облетевшие весь мир действующего президента с автоматом, его сына 15-летнего с автоматом в полном обмундировании. Я увидел комментарии, и там пишут, что вот это президент, не то, что наш, мягкий, никакой, да, вот это действительно лидер. Вот как это можно, с вашей точки зрения, объяснить? Или это просто такое интернет-сообщество? Я думаю, что мы не хозяины своей страны, потому что и в Латгалии было такое же отношение, люди говорят, надо сначала как бы за своим двором ухаживать, да, и я тогда думаю, а кто будет за твоим двором ухаживать? Ты сам ухаживаешь, если ты это не делаешь, тогда кого ты ждёшь? Почему мы ещё ждём? 30 лет мы государства, почему мы ждём ещё, что кто-то придёт и наш двор уберёт? И, по-моему, это вопрос про то, и я не знаю, в моём посёлке, где у меня тоже есть дом, там как бы все ухаживают друг за другом, и это нормально, что ты присматриваешь тоже дом своего соседа, ну, если там кто-то такой ходит или как, но сейчас мы ждём какого-то «лаймес латес», как мы говорим, да, по-латышски. Ну, или как бы соуменеса. Да, или ещё лучше, да. Ну, он, по-моему, до сих пор имеет большую поддержку. Ну, да, потому что я думаю, что люди ещё ждут и как-то или ещё не умеют быть хозяинами, да. А вот по поводу риторики Александра Лукашенко, опять же, он часто говорит, и многие считают это очень справедливым, когда вот выступают различные европейские страны, там, Латвия, в том числе, с каким-то вниманием, да, с какой-то тревогой комментирует то, что происходит в Беларуси, он говорит, разбирайте своими делами. У французов жёлтые жилеты, которые нанесли не меньше ущерба. В Америке понятно сейчас, да, Black Lives Matter и прочее. Про Латвию всегда можно сказать, там, вопрос не граждан, а русскоязычное население, и не только, на самом деле. Вот как вам кажется, это справедливые вот такие замечания? Знаете, моя работа, про которую я работаю, как бы сказать, как профессионал, это как помочь другим странам развиваться. Ну, как бы Молдова и даже в других континентах и так далее. И мне всегда спрашивают, а почему надо кому-то другому помогать? Ну, я всегда говорю, ну, подумаем, может быть, не в уровне глобальном, но как вы с жизнью, вы помогаете кому-то, кто упал, например? Если вы идёте по улице, кто-то упал. И мы знаем, что много людей не будут скорую вызывать, много людей просто проходят. И я думаю, что это вопрос человека, его сердца, его интеллекта и знаний, потому что тот человек, который понимает, он всегда будет помогать. Это собака, которая где-то там пропала, или это другая страна? Я думаю, что это про людей более, чем про каких-то других процессов. Ну, то есть здесь противоречия вы не находите, вот в том, о чём говорит Александр Григорьевич, что, ну, когда вот случаи, когда говорят, что в своём глазу бревно не видишь. Ну, в том я, конечно, я не сказала бы бревно, но я бы сказала, что, конечно, проблем много, как вы говорили. И, ну, просто вопрос, я не думаю, что это контроверсия, я просто думаю, что это вопрос про помощь. И тогда, или про какое-то участие. Например, я в своём парке, я живу в парке, там, ну, когда у меня эта городская квартира, и там иногда бросаются бутылки, да, люди там, хорошая погода и так далее. И иногда эта бутылка там лежит один целый день, никто не поднимает её. И тогда это тоже, да, опять вопрос. Ну, хорошо, мы говорим, делаем приоритеты нашу страну. А ты поднимаешь эту бутылку или нет, да? Так что, ну, а кто же будет опять поднимать? Попробуем принять звонок. Наденьте наушники, пожалуйста. Да, добрый день. Здрасте. А вы бы могли выйти на пикет в защиту неграждан, чтобы они могли голосовать хотя бы на выборах самоуправления? Могли бы выйти в поддержку, чтобы у русских были свои русские школы? Ну, и в таком духе, да, чтобы, ну, своего соседа, именно только, чтобы Белоруссию оторвать, затратить. Спасибо. Ну вот, ожидаемый вопрос. Нет, ну, хороший вопрос. Я могу сказать, что всё зависит от инициатив людей. Я думаю, что если кто-то заботится про русские школы, кто-то заботится про, как я сказала, не знаю, собак бездомных, это всё равно. Или, например, я заботюсь тоже про свою, вот сейчас не буду знать русское слово, абсаймные кошины. Хозяйство, наверное. Майс абсаймные кошины. Это мы хозяйство. Ну да, и мы меняли этого человека, который этого делает. По-моему, главное, что если ты сам заботишься про что-то, ты это сам делаешь. И тогда уже ты собираешь людей, которым это тоже важно. У меня есть вопросы, которые мне важны. Это, первое, права человека, freedom of voice. И эти те вопросы, про которые я бы хотела разговаривать и выходить на улицы. То есть, сначала вашего ответа я понял, что, ну, если касаться вопросу неграждан, это чувствительный вопрос для русскоязычных жителей многих, особенно для самих неграждан, очевидным образом. Вы имеете в виду, что нету самой гражданской активности, которая могла бы аккумулировать этот вопрос, поднять этот вопрос на обсуждение или как? Я бы сказала, что я бы не хотела, чтобы кто-то мне спрашивал делать такую активность. Я думаю, что это надо делать самому человеку. Это первое, как бы, что я бы хотела, ну, как бы сказать другими словами. Но я хочу рассказать, что я очень много разговариваю с русскоязычными и другими националитетами, потому что работа такая. Вчера у меня был очень интересный разговор тоже с одним человеком из Даугавпилса. И он сказал, что мы ведь все живем в Латвии. Почему мы все время говорим про какие-то там конфликты, Россия, мы все живем в Латвии, мы жители Латвии. И он тогда уже говорил, ну, тогда быть такие смелые и уже говорим, не знаю, там, Советский Союз нам нравится, а не Россия. Ну, так, если вложить такие контроверсные вопросы, да. Поэтому я и говорила, как сначала, конечно, есть разные мнения, но я всегда могу найти, о чем поговорить с людьми. Я знаю, что мы можем все быть просто людьми. Окей. Что-то я хотел спросить. Значит, как вам кажется, вот многие тоже задаются вопросом, белорусский протест сейчас отличается невероятной миролюбивостью, вот и согласно гимну, собственно, Беларуси, он у них начинает со слов «Мы белорусы – мирные люди», он действительно показывает такой пацифизм большой. Но у многих возникает вопрос, способен ли такой протест действительно что-то изменить. То есть ни в коем случае ни я, никто не хочет призывать к каким-то радикальным действиям, но, как показывает история, причем недавняя, взять ту же Украину или даже Армению, которую реже вспоминают, не так она срезонировала, но там не сумела эта вот бархатная, какой бы она цветной или бархатной революция ни была, она все-таки содержала в себе какое-то противостояние настоящее. Мне очень трудно говорить про политику, я должна быть откровенна. Но это не политика, это действия уличных все-таки протестов. Но я думаю, что перемены не будут, может быть, они будут совсем другими, потому что я вчера, интересно, тоже на этом походе разговаривала с людьми, я думаю, что молодежь очень много что будет менять, потому что они уже, ну, как вы помните, там блокировали интернет, они все равно могут найти, как информацию дать. Получить, да. Получить и дать или там все. У них очень-очень хорошая координация в стране. Просто это государство, оно не может уже больше достичь этих людей, которые делают перемены. И перемены, может быть, уже будут другого плана, не такие, как мы привыкли, что там революция, там лидеры и так далее. Это уже другая форма перемен, которая сейчас происходит. Потому нам не надо ждать, что мы бы хотели ждать, но просто надо смотреть, как люди это делают и, может быть, ну, помогать им, если мы можем помочь. А вот тоже, может быть, отчасти он касается политики вопрос, но в том числе и какой-то общественной, гражданской позиции он тоже касается. Если допустить, что из Беларуси, но если они хлынят, то, по крайней мере, появится желание каких-то беженцев приехать в Латвию. С вашей точки зрения, как мы должны действовать? И сразу в качестве такого спойлера могу сказать, что у нас есть политические силы, которые очень-очень не очень относятся к беженцам и не хотят их здесь видеть. Ну, я работала, как вы помните, у нас был кризис беженцев, но беженцев только не было, да? Ну, да, они как бы были, но они сразу уезжали. Ну, и не так много, правда? Но Беларуси – это другой случай, здесь мы о других говорим беженцев. Ну, вот, и потому я могу сказать, что люди в Латвии очень готовы помочь, и я думаю, что это опять вопрос политиков и людей, и мы тоже разговаривали с организацией, которая была активна тогда, как это всё делать и как это может быть, и мы поняли, что мы думаем, что если будет очень много беженцев, тогда люди откроют и свои дома и так далее, потому что это, ну, не надо, это звучит очень плохо, но, конечно, для Беларуса или какого-то другого человека из другого континента, если мы сравним, тогда, наверное, откроют двери для Беларуса. Так что я думаю, что будет, я думаю, что мы сможем, но только проблема та, будут ли беженцы, потому что они не могут выйти из страны пока ещё, да, никак они не могут сюда прийти, мы про это тоже говорим с министерством зарубежных дел, пробуем решать, мы знаем, что Литва будет, может быть, открывать этот гуманитарный коридор, но тогда, может быть, это что-то поможет лидерство Литвы. А вообще, если в целом говорить, опять же, интересно ваше мнение, как вам кажется, почему так получается, что у нас на государственном уровне вот эта вот линия такой свободы, демократии и либеральности даже, она присутствует, да, она доминирует, но когда дело касается каких-то конкретных вопросов, у нас включается очень большой консерватизм. Это касается и беженцев, это касается Стамбульской конвенции, например, да, которая уже много-много лет препятствует национальное объединение, считая, что там есть какие-то странные пункты. В общем, почему так происходит, как вам кажется? Это в обществе дело или нет? Ну, я думаю, что это зеркало общества, потому что, ну как, политики, они тоже читают, про чего люди разговаривают, и тогда они играют на свой электорат. Но я могу сказать, что, например, тоже и Министерство зарубежных дел, и Кабинет министров, те, которые, ну, работают, не только говорят, если так можно сказать, они, конечно, уже и сказали, что у нас, мы готовы принять беженцев, и у нас, может быть, рехабилитация людей и так далее. Ну, конечно, вопрос, во-первых, ну, про политиков, как они будут приоритет, это ставить приоритетом или нет. Но я думаю, да, там надо, ну, будем смотреть, как это всё произойдёт. А вообще, как вам кажется, вот если так не оптимистично, а реалистично оценивать, вот за последние годы гражданская активность, вообще общественный активизм в Латвии, стал ли он сильнее, скажем так? Потому что, если говорить о каких-то резонансных событиях, вот я так попытался вспомнить, наверное, наиболее громкими был случай Кристины Миссона, да, женщины, которой требовалась помощь, она вот сбежала, вот по её словам, абьюзера в Южной Африке, её хотела выдать Дания, но, в общем, я думаю, большинство знает эту историю, за неё вступилось вот то самое общественное такое мнение, и сейчас по-прежнему продолжается вот случай велопарка Марс, другой уже, другого характера, но тоже очень сильно вот эта вот компания развернута. Как вам кажется, есть ли ещё, может быть, я что-то забыл, и насколько всё-таки у нас активно гражданское общество? Я думаю, оно становится активнее и активнее. Как я уже сказала, мы и во время ковида, когда мы помогали престарелым, и сейчас многие люди начинают и говорят, что они первый раз это делают. Я бы сказала, что она становится активнее и активнее, но не на таком уровне, что мы вместе что-то делаем, но каждый как человек. Я даже это не осуждаю, я думаю, что это самая лучшая даже форма, что каждый что-то понемножку делает, да. Так что, если так оценивать, я думаю, что даже становится лучше, но это не организация, но, может быть, это уже форма такая устарелая, если могу я так сказать. Но при этом мы не видим, чтобы у нас люди выходили активно на улицы. Не то, чтобы у нас было очень много поводов, но и не без них. Есть моменты, что касается тех же медиков и вообще профсоюзных всяких дел. Как-то у нас не принято. Почему так, как думаете? Это северный менталитет или что-то ещё? А, ну это другой, тоже очень интересный вопрос, но это опять моё мнение только. Я думаю, что мы боимся выразить мнение, потому что что про меня будут думать. Сейчас тоже, когда мы в Литву ехали, был человек, который там участвовал, он сказал, хорошо, что мне маска, никто не узнает, что я здесь был. А почему он так? Ну, потому что люди просто боятся, что про меня будут думать. Я живу, ну, как я сказала, в Лимбаже, да, и там вообще люди, они, я там тоже активно, как сказать, на местном уровне, и они мне пишут в мессенджер, что они меня, им нравится, что я делаю, уже там идеи и так далее, но когда уже надо выразиться публично, никто это не может делать, потому что как же я буду своего соседа там критиковировать и так далее. Насколько я понимаю, в конце июля у вас прошла такая большая встреча, в том числе с президентом, и она касалась вот платформы, которая называется Лапас, да? Вы, во-первых, можете в двух словах рассказать, что это за платформа? Она касается, я так понял, вот в целом как раз общественной активности, вот, и какое у вас впечатление от общения с президентом и другими высокопоставленными лицами? Лапас – это моя организация, где я директор, и мы как бы, да, платформа, и у нас есть члены другие организации. И то, что мы работаем, во-первых, как я сказала, помогать другим странам с нашим опытом, и другое глобальное образование. Мы делаем очень много акций в Латвии, в школах, и в, не знаю, кинотеатрах, везде, про разные интересные вопросы, про пищу, про фаст фэшн, например, про моду, как она, как делается одежда и что это значит, и дискуссии всякие. Я могу сказать, что мы не работаем много с другими как бы этими лицами, но мы работаем более с Министерством зарубежных дел, и у нас очень хорошее сотрудничество. Но если говорить про президента и, как не знаю, министров и так далее, я бы сказала, что такие, и не только про них, я это уже увидела в процессе ковида, что люди не понимают, как важна эти все инициативы общества. Потому что мы привыкли видеть что-то большое, огромное такое, такие акции выходят на улицы. Например, тоже, когда мы делали этот поход, конечно, люди привыкли, что это делает пиар-агентство и так далее. Где вам то, где вам то? Я говорю, нет, здесь каждый делает, каждый помогает. Это простая акция, где люди участвуют. И тогда уже меняется и такое отношение, и сами начинают друг другу помогать. Я думаю, что мы как-то потеряли с этими большими пиар-компаниями такую возможность делать маленькие вещи и любить такие маленькие вещи. Мы просто ждем всегда, что будет что-то большое, огромное, помпозное. Ну вот было год назад, когда у нас начался этот кризис с мостами, была замечательная акция на Дегловском мосту, когда очень много людей устраивали там пикники. Была такая атмосфера некоторого праздника. Вообще, если говорить о президенте, некоторое время назад была годовщина его инаугурации, тогда очень много говорилось об этом. Вышла книга «Лату Лапсы», такая довольно скандальная. И в принципе много критики звучит в адрес президента, не в личном отношении, возможно, в личном общении одно, но именно как президента, потому что он заявлял себя как народный президент. И многие говорят, что он не похож на народного президента, он как-то не вступает ни в какие дискуссии с законодателями нашими, абсолютно ту же линию соблюдает. Какие у вас впечатления? Ну, я могу сказать, что совсем другие, потому что везде, ну, не много мероприятий, но везде, где я была, он всегда рассказывает. Я бы сказала, разговаривает с людьми. Я бы сказала, что там другая проблема, что ему всё время говорят, ну, надо идти в другие мероприятия, и следующий. Ну, он просто говорит с участниками, так что я бы сказала, что он очень открытый. Но вопрос, конечно, когда идут люди только на мероприятия, те, которые участвуют в этом виде, так что, может быть, у многих ещё нет этого опыта. И мне рассказывали тоже про вчерашнее, что была эта цепь, и президент шёл, и люди не понимают, как реагировать на президента. Ну, как бы приветствовать, другие не смотрели на него просто. Ну, это тоже такой вопрос про нас опять, как мы хотим комментировать своим президентом, и тогда, когда уже мы это сами делаем, и он тогда открытый будет. Так что это всегда две стороны. Я бы сказала, что мне очень хорошее сотрудничество, и очень рада, что он вчера пришёл, и пришёл как человек, как я сказала. Ну, последняя, наверное, вот сейчас, собственно, последняя предвыборная неделя на финишной прямой, но я имею в виду внеочередные выборы в Лишскую Думу. Сейчас проходят дебаты, вот у нас в том числе в студии встречаются кандидаты, дискутируют, и, конечно, там речь идет о таких хозяйственно-политических делах, мосты, предприятия вот эти муниципальные. А что бы вы со своей, что называется, колокольни общественного активиста назвали бы приоритетом, который должен учитывать будущий мэр Рики? Слушать людей, прислушаться к людьми и уважать не только такие, ну, формальные процессы, но и неформальные. У нас было интересно так с Рижской Думой, когда мы во время ковида, это было где-то 500 рижан, которые помогали перестарелым. Одна женщина даже там 50 раз несла. И когда Рижская Дума делала мероприятие, чтобы сказать спасибо, они даже своим рижанинам не сказали спасибо, они пригласили тех, которые они, ну, всегда там… Главные, лидеры. Какие-то контракты с кем и так далее, да, и я даже звонила, мне просто было, ну, немножко стыдно, я сказала, ну, мне это не надо, это надо этим людям, и разве вы не могли пригласить? Ну, они сказали, ну, мы не можем 500 пригласить. Я сказала, ну, вы можете всегда форму придумать, как сказать спасибо. И это то, что я прежде говорила, что не оценивается эта людская активитет в людском уровне. Спасибо большое. Инна Савайвера была у нас сегодня в гостях. Я Андрей Лешкевич, всем хорошего дня, спасибо. До свидания.